Ребята, всем привет! Я сейчас нахожусь на шестом километре трассы Владивосток, Артем, Узурийск и так далее. Именно по этой трассе очень скоро я, а точнее все мы с вами скоро отправимся в очень долгое автопутешествие, в автопробег до Каспийского моря. Я пока не смотрел, сколько это в километрах, ну тысяч 10, я думаю, минимум. Я перед выездом прям в навигаторе вобью Махачкала и просто офигею, сколько нам ехать. Обязательно подписывайся на канал, если не хочешь пропустить все эти приключения, жми Лосевича. Ну и как всегда, мнения жду в комментариях. Но я здесь по делу. Дело в том, что я увидел в интернете, в объявлениях, несколько очень привлекательных вариантов. Это Nissan Coupe, достаточно свеженький такой, ну за копейки, там 200 с небольшим тысяч. Это Nissan El Grand, огромный просто автобус, самолет, на котором путешествовать это просто мечта. Кажется, второй год, всего 588, в то время как там ближе к Сибири такие стоят 900, там миллион есть цены. Плюс, как вишенка на торте, я хочу посмотреть Beho 7, ее честно говорю, я не рассматриваю покупки вообще. Но она с правым рулем точно такая же, как у меня была Шишига. Точнее, не знаю, лонг там или нет, 66-й, 65-й кузов. Но Beho 7 с правым рулем. Мне очень интересно посмотреть самому, как это, и показать, соответственно, вам. Я приехал сюда на 45-м автобусе за 28 рублей, ехал больше часа. Учитесь, автобус в Сочи 125, кажется, на Красную Поляну за 250 рублей. Смотрите, какие цены бывают. Погода сегодня хорошая, но, конечно, ветреная. Это Дальний Восток, Японское море, вот буквально за этими деревьями. Все, ребят, без долгих вступлений, приятного просмотра. Вот, смотрите, тут дорога в Уссурийск это идет. И уже Артем здесь где-то рядом, справа. Вот тут официальные дилеры, Исузу, вон там КамАЦУ стоят трактора. Да, вон там и покупатели ходят. Мини авторынок такой, цены там очень приятные. По телефону девушки приятным голосом сказала, что все машины без проблем, без каких-либо сюрпризов. И никаких вообще недостатков нет. Приезжайте, смотрите, покупайте. Так выглядит все это. Так, Elgrand, Nissan Coupe и BMW. Цен здесь нету, нигде не указано. Вот это беспробежная. Nissan, вот это Nissan Elgrand? А, или нет, Nissan Elgrand белый. Это Nissan Caravan, а вот этот Vingro за 300 продается 2005 года, кажется. Полный привод, красивый цвет. Если сейчас посмотрим, если полный привод, то по-любому он очень дешево. 299 тысяч. Блин, не вижу там. Ну ладно, спросим. А вот он. Вот он Nissan. О, Мерседес дагестанский. Охренеть. Просто на пузе лежит. И он лимузин ржавый весь. Привод задний, 2000 год, но цены нету. Вот, значит, наш Nissan. Nissan Elgrand, самый дешевый в России. Вообще там чуть ли не на 200 тысяч. Дешевле самые нижние цены во Владике даже. Смотрим по кузову, получается. Что, туманок нету? Ну, это же мелочи жизни. Здесь, получается, фары мутные. Здесь, получается, что-то ржавчина лезет. Колеса грустные. Колеса. Подкрылков нету. Вон, кстати, от туманок провода. Вон покупатели ходят еще помимо меня. Ну-ка, машинка открыта, интересно? Открыта. Вообще класс. Ладно, сначала кузов глянем. Здесь, получается, порог треснутый. Здесь отходит. Ну, это такие мелочи, конечно. Так, здесь ржавчинка. Это пока все такие мелочи, но они, конечно, накапливаются. Но прям жесткого что-то пока. Ну, вот, в принципе. Здесь вот тоже ржавчина, вмятина. Так. Типа он весь под подкраску, что ли? Ну, или что ржавчины много, не знаю. Конечно, не идеал. Не идеал, но... За 588 плюс, я думаю, торг, салон кожа, рожа, Lexus. С Lexus, старыми RX, сразу ассоциация, когда вижу такой бежевый салон в таком состоянии. Почему-то на них именно бежевые такие страшные все становятся. Задний ряд. Ну, здесь все, смотрите, какое-то посередине, блин. Подушка, блин. Руль тоже пожульканный. Здесь пожулькано. Но пробег большеватый, конечно, под 300. Но есть еще версия, что здесь с мотором какие-то проблемы. Могут быть здесь 3,5 литра, ниссановские. 240 кобыл. Так, сверху здесь что-то не хватает. Посмотрим сзади, что у нас. Это, наверное, электрическая. Это уже может быть. Мошенница. Так, пультик. Нравится, что здесь не подбегая, а вот отсюда пульт. Нравится, что здесь никто не подбежал. Ну, и как бы не начал ничего навязывать. Просто спокойно ходят, и люди смотрят, и я хожу спокойно смотрю. Как бы понятно, что состояние бывает разное. Тут и цена как бы несоответствующая. Но нет никакой агрессии, что типа, ой, что пришел, просто посмотреть. Ну-ка, сзади. Сзади, наверное, электрический замок. А тут аккумулятор, наверное, отключен. Так, аккуратненько. Ну, это да, вот она. На лексарях и рыксах, ретро-рыксы. Такая же история. Педалька вообще живая, прям тормоза. Мушмениная. Что у нас тут? Электродверь левая, получается. Электролобовик. Лобовик здесь ксиговский уже стоит, наверное, уже не электро. Еще есть трещины. Складывание зеркал. Это, получается, регулировка фар. Руль, косточка. Причем косточка, он такой, вот до сюда он кожаный, а косточка вот такая вот здесь, со стороны водителя. И снизу тоже так же. Кнопочки на руле, но круизы, круизы что-то я здесь не вижу. Барашек заводить. Ну, для второго года это нормально. Тогда редко на каких машинах стала такая функция. Значит, ну тут все аптитрон, но что-то какое-то, какое-то все такое непонятное разводы какие-то. Так, сейчас надо в багажник залезть все-таки. А на этом моменте у меня почему-то глюкнула камера, в общем, запись прекратилась. Но я скажу вам, что вы пропустили. Если снять резинку с передних проемов, а там она уже, видно, снималась раз 50, там отчетливо видно, что на передней части не хватает заводской точечной сварки, что ползет ржавчина. Ну, в общем, понятно, что стойки передние пилились. Может, где-то еще и сниже пилилась, но я там слишком разбирать не стал. Вот, а еще забавный момент, там менеджер, похоже, местный. И я лавил, как всегда, под машиной снимал, там днище. Говорит, ну что, мешок с деньгами не нашел? Вот он, ребята, Nissan Coupe. Смотрим. Здесь вот что-то потертость какая-то, как будто непонятно даже от чего такая, как будто что-то возили здесь, ну, в смысле шорка или чем-то долго-долго. Ну, отмечу сразу, что такие машины по 350 продают, и они даже и продаются. Фара получается вот с таким эффектом. Капот приоткрыт сразу для нас. Значит, заднее колесо, запаска, видимо, стоит. Здесь литье. Причем на нем уже катались на спущенном. Подкрылочек контрактный. Контрактный, ну, прошорканный уже. Ну, так, коцки, коцки, коцки. Здесь тоже коцки прошорканный. Здесь вот вмятина. Здесь шоркнуто, здесь шоркнуто. Здесь вот шпуклевочка нанесена. То есть уже не только внутрь, но и снаружи. Подбатривают, сдабривают. Здесь, получается, это родные накладочки. Коррозия ползет. Как здесь частично арка за чем-то антигравием каким-то доработана. Эта дверь не открывается почему-то. Там вот под дуто серебряночкой. Резина вот трескается. Ну, как бы сразу, сразу, да, чтобы понимали, да, что за такие деньги, что можно купить. Кубе в кубе, видите, троечку прилепили. Или это родная здесь. Ну, это рестайлинговая уже модель. Такая широкая машина после кикаров, я вам скажу. Так, здесь, получается, что-то не закрывается или что. Бампер тоже расслаивается. Здесь поцарапано. Ну, здесь также симметрично, аналогично доработано. То есть часть арки и порог пошел. Ну, здесь какие-то вот такие нюансы тоже присутствуют. Сразу по салону заглянем. Пол, значит, отсутствуют. Какие-то здесь накладки или что. Прожженный, значит, салончик. Ремни безопасности. Здесь вот какая-то мазута или что. Так, в багажник мы, конечно, заглянем. Здесь откручен ремень безопасности. Резинки видно тоже. Все снимали уже раз по 50. Наверное, после того Nissan El Grande уже все знают, что надо обязательно смотреть сюда. Низы дверей, кстати, нормальные. А, это контрактные куби BR. Кстати, резиночки почему-то на той есть, двери. А здесь нету для бесключевого доступа. Так, внутряночку смотрим. Ну, здесь что-то слебе от скотча. Что-то здесь такое вот отваливается. Ну, я тоже все не буду. Это понятно, что машину эту покупать я не буду. Но посмотреть могу. Здесь немного. Ну, салон такой немного пыльный. То есть, видно, что ребята как бы продают как есть. Ничего не скрывают, ничего не замазывают, не подмазывают. Здесь вот торпеда такая. Можно назвать этот ролик ужаса нашего городка. Получается, заводится вот так барашком. Здесь пустота. Здесь складывание зеркал присутствует. На руле кнопочки есть плюс-минус, плюс-минус. Но здесь низ дверей уже пострадавший такой. Стекло родное зато. Смотрим под капот. Табличка вот на месте. Получается. Ну, коррозия присутствует. Какие-то вот доработки здесь. Провода тоже есть. А, акума нету здесь. Какие-то вот. Ну, видимо, это ДТП было. Не просто так вот это коррозия. Ну, и из-за того, что, наверное, и Ниссан. Из-за того, что ДТП было. Здесь вот, видите, смещена как стойка. На посадочном месте здесь шайба тоже смещена. Ну, ладно, щупи. Не буду вытаскивать, чтобы палец не замарать. Здесь вот и зазор такой на крыле присутствует. Ну, видимо, да, получала в эту часть машина. Здесь и крыло вот ходит. С этой стороны. Ну, по бардачкам, может, не буду здесь лазить, ребята. Ой, здесь, кстати, смотрите, потолок какой. Из двух частей состоит. Офигеть. Лопата такая вообще огромная просто. Ну, по Ниссану тут все нормально. Здесь что-то не хватает заглушечкой какой-то. Так, тазик. Блин, ну тазик, конечно. Тазик, конечно, я такой первый раз, наверное, вижу. Я тоже, как все, когда машины смотрят, все сюда заглядывают. Посмотрел, как говорится, мешок денег не нашел, ничего нет. Змею и змея не лежит, кошку тоже не нашел дохлую. Вот, и закрыл. А тут примечательно. Вот эта пена монтажная. Такая коррозия идет, прям вспучивание по всему тазу. Просто, да, этот таз я такой первый раз вижу. Мешок денег здесь тоже не нашел. Нет, он даже смешил меня прям. Этот продавец или кто-то ездил. Ладно, ребятам удачи в продаже. Ну, а вам, всем, кто смотрел это видео, вы знаете, как бы ее как... Ну, если честно, вот по телефону не говорят, вообще говорят, никаких проблем нету. Приезжайте, смотрите. Вообще никаких проблем с машиной нет. Марк вот красивый, но перекрашенный. О, ауди. Ауди, охренеть, с правым рулем. ТТХ. Офигенная. Можно посмотреть. Охренеть. Ребята, а запах-то здесь какой. Ах, просто офигенный. Ну, тут совсем другое состояние. Ну, блин. Ну, я такую машину, честно, даже не рассматриваю. Даже это, не буду лазить по ней. Просто охренею, что она с правым рулем. И пойду дальше. Здесь, конечно, да, здесь совсем другое состояние. А, вот она и Бэха. А вот еще, смотрите. Это что за машина черная? Давайте сделаем ставки. Напишите в комментариях сейчас вашу версию. На паузу прям поставьте. Не подсматривая. Какие зеркала охрененные. Блин. А, это, наверное, какой-то Марк или что? А, она закрыта, потому что здесь просто ее, наверное, хотят открыть. Это реально Марк 2 старый. Но он в офигенном состоянии, я вам скажу. Ну, так вот. Для такого года точно. Там, я не знаю, крашеный, не крашеный. Марк 2. А, это Корона Марк 2. У него привод-то задний? Или какой? Да, да, задний. На Волгу похоже вот так. Черный еще цвет, да, такой. Офигенный вообще. Лобовик родной, ребят. Ё-моё. Блин, закрыт. К сожалению, закрыта машина. Но потому что все его излазили бы. Просто-просто, вообще он в нереальном состоянии. Для такого года, тем более. Ну, там какие-то маленькие жемочки там есть. Мелочи вообще. Арочки, смотрите. Вообще. Все целенькое. Ну, глушак ржавый, конечно. Глушак что, поменять можно. 14-е колеса. О, Бэха наша открыта. Бэха с правым рулем. У меня была такая, только с черным салоном. И сама черная. А здесь белая с рыжим салоном. Ковролин. В идеале. Ну, вот это у них болячка. Вот это трескается. Пластик вот здесь. Вот, кстати, это дерево, по-моему. Это реальное дерево, покрытое. Поэтому оно, наверное, и трескается. Здесь что-то клеем намудрили. Здесь, наверное, нельзя закрывать. Не буду. Ну, блин, вообще непривычно. Что она с правым рулем? 19-й регион. Это что, Хакасия какая-то? Туманочки все на месте. Такие машины, если честно, разбирают и продают на запчасти. Тут, видимо, полное пошлое. Но, ну, вот колеса разные. Перед, зад. Куска порога нету. Ну, и водительская седуха, конечно же, пострадала. У них есть болячка, что у них подогрев сиденье, вот так коленка. Встанешь на сиденье, он ломается. А тут вообще вся седуха сломалась. Что по функциям? Ну, тут, в принципе, все кнопки, что у меня были в Шишиге. Все кнопки, они все и на руле, столько же кнопок было. Все то же самое. Только руль справа, наше право. Что-то оно высоко какое-то, сзади-то. Ну-ка, задний диванчик посмотрим. Здесь вот какие-то повреждения есть. Рыжий салон. Ну, блин, я это... Теперь я видел все. Что-то двери как-то закрываются, странно, с каким-то усилием. О, так тут, тут 4 разных диска, 3 разных диска. Вот такой есть тип. Вот такой у меня на Бэхе был. Девятнашки, ничего не налакированы. Я-то свои красил. Видео есть на канале, если что. И вот такие арбузики есть. У меня такая запаска была. Здесь что-то непонятно. Здесь вот такие бывают варианты еще. Но они тоже, они не лезут, видимо, потому что, ну, есть и буйные же покупатели. Это я такой любопытный просто паренек приехал посмотреть там, что бывает вообще в этой жизни. А девушка же отвечает по телефону, что там все вообще в порядке, в полном. Никаких вообще нюансов нет. Видимо, есть и недовольные. Может, и иногородние, кстати. Я не знаю, как они иногородним так же отвечают, я думаю. Она так, прям по скрипту, в дежурном режиме, то есть без эмоций абсолютно. То есть все нормально и все, никаких замечаний нет. Так что я думаю, там и иногородним так же говорят. Конечно, это неправильно. Даже в Москве сейчас, ну, то есть в таких крупных салонах диагностику говорят прям по телефону. Ну, в основном кто-то не говорит, кто-то говорит. Но факт есть факт. На Дальнем Востоке это, ну, что, тоже надо так же. Скажите сразу, что есть очень много нюансов по кузову. Ну, грубо говоря, вкратце. И еще по технике. То есть я даже, видите, не заводил там. Потому что мне кузова хватило. Ужаса нашего городка посмотреть. Блин, ветер опять шатает камеру. Ну, это вообще реально. Я думаю, сейчас может телефон даже задуть нафига с этих перил. Ребят, что вы сами думаете, вообще напишите в комментах. Следите за продолжением. Подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить. Все, всем до скорых встреч. Всем удачи.